вы видите друзья наш фронт-ярд на даче у нас слава богу сейчас хороший садовник присматривает и в общем все очень так красиво культурно вот такая можно сказать пашеничка декоративная смотрите как красиво растет а мы с гостями движемся направлении тихого океана тут недалеко совсем совсем даже недалеко сейчас мы будем расспрашивать марину и ее старшую девочку об американской школе нас все время спрашивают зрители зрители говорят расскажите об американской школе что можно сказать и домашние задания школе так мы можем играть так подойти все-таки уроки тоже есть не только игрушки нам дают уроки и на фрайды мы сдаем ну нормально нормально но отметок вам не ставят да мы делаем отдох на другой день другое но я такого не делаю а в один день все делаю а вам ставят ставят отметки нет а ну хорошо а вот допустим если один ребенок например хорошо успевает а другой например совсем плохо другие дети об этом знают учительница расскажет что вот как же ты так плохо вот занимаешься можно могут поругать при всех он только идет на лист и потом он ему надо за доской за столом сидеть так и ждать пока писал что не скажет что надо можно играть но подожди нет такого чтобы детей ругали при других детях вот ругали оксфорд ругает кого-нибудь оксфорд мисс оксфорд молодая мисс то есть нет такого чтобы ругать а есть такое чтобы там всю-сю-му-сю деток там как-нибудь так вот но у вас мисс бэйр была она более строгая до было но нет такого чтобы указкой по рукам там это такого нет давай маму в русской маму маму спросим где по это вот русская школа не русская школа то есть вы кроме обычной школы ходите еще куда-то чтоб язык поддерживать да или да да мы в субботу ходим по субботам у нее есть русская так там что ставит отметки ну да за буковки таким хорошо но их там тоже не не долбают они с удовольствием школы которые у нас саша тоже ходит в русскую школу и там их в общем прессуют домашними заданиями много а так могла бы если и здоровое горло кричала вы барин вот вы как человек который там в разных местах пожил и какой-то опыт я не знаю ваши впечатления об американской школе наверно вас знакомых еще много и вы обмениваетесь впечатлениями есть такое ну нет я наверно просто у нас у меня хорошая память на своем опыте все-таки в чем разница разница вот фундаментального допустим там 2 2 3 таких очень крутых кардинальных отличий я даже не знаю ну мне кажется что наверное мало им задают как бы то они прессуют но нет ни в плохом смысле призрали на знаниями но наши знакомые все кто дети есть старше закончили школу в общем дураков нет то есть при желании все дети получают знания все всем дается по мере но и во всяком случае в школу с удовольствием ходят у них школы это радостное место такое то есть а много детей в классе сколько у вас детей у нас 24 ну чё ж нормально нас было 33 когда тоже у нас было 36 я была последней хорошо а с точки зрения вот питания собой даете или там как-то их адекватно кормят или совсем плохо там что там ну хорошо вот как мама сейчас скажет ну это обычно даю какой-то сок воду обязательно сырки а в школе не дают нет у них есть ланч основной ланч и каждый месяц им дают но у них нет такого чтобы соки например давать да нет а что у вас там из питьё молоко дают есть молоко молоко да по-моему холодное обычно такое ледяное дают из холодильника так молоко водичка ладно а вот какой-нибудь такое но не совсем не полезную пищу чипсы и пиццу там пиццы и это вот она полюбила у нас наггинсы у нас же она не есть мясо это куриные такие я дома делаю же сама их что что она была маленькая но но и что она такая смешная а я думал кормили чем-то с этим нет кормят на самом деле я не очень довольно понятно но тут и не будет мне ни в одной школе кормить так как как мы когда заходили школу было первое-второе компот за 15 копеек да 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 то есть когда давали 15 копеек ты пошел еще булочку себе все подождите когда было когда вы успели это так питаться это вещь молодые совсем так расскажите как будто вот вы там со мной в 60-е ходили в школу ну когда я ходил я была пионером и даже чуть-чуть чуть-чуть почти стала комсомолка вы что о вы какие то есть вы запомнили да ну я как бы память хорошая понял такой вопрос может быть про сакрамента пару слов потому что я бы сказал что есть динамика некоторая потом и у меня на канале и у нас и в моем сознании тоже произошла некоторая эволюция потому что я когда-то сакрамента рассматривал как место такое отстойно а потом связи с ценами на жилье стало как-то гораздо более привлекательное да и мы да мы когда ехали вот три года назад смотрели цены до нас радовались скажем так по сравнению со всей калифорнии куда бы мы хотели бы поехать так вот но то есть вы сравнивали с лос-анджелес сан-диего да 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 ну мы рассматривали в случае калифорнию а вот и когда мы приехали буквально началась рецессия день ну как бы подняли поднялись цены на аренду такую прям очень лихо они прям вот сегодня мы смотрим дом 1350 это в сакраменто тоже поднялись да поднялись мы снимаем дом за 1600 плюс белый утилит и все вот эти все платье за 1600 сняли комнату с отдельным туалет ну это понятно да вот но табре от района зависит где много у нас до церквей там а церкви каком как влияют ну в общем очень часто мне даже знакомые пишут ой до сакраменто это у вас как это сектанты одни живут ну и сектанты это немножко другое конечно да я от я тоже я спокойно нормально отношусь к всего этому ну то есть вы не ходите сами мы когда приехали там ну были потому что у меня одноклассник он пастор как интересно мы ходили для ознакомления мы получили очень много хорошего по это очень много знакомых обзавелись знакомыми очень многие нам помогли а чем помогают а помогали всем буквально то есть вот мы мир мы снимаем там был подробные апартменты они что вам надо я говорю ну вот вы сами представьте что нам как-то не привыкли просить дата я говорю ну вот я там смотрю что скорее всего надо лампу там ламп навезли и детскую мебель и несколько мешков игрушек и одежды понял понял мебельному двухбедрумные апарты до полностью спальни зал все нам обставили все и технику и не из магазина просто из дома просто да просто причем у меня вот церковь которую мы приходили общались ты и потом мы до сих пор общаемся просто мы не ходим но в хороших отношениях да у меня был там случай я знал дядьку одного и говорю что там ребят приехали вот может там помочь как и он говорит конечно конечно да норки тут суслики живут я говорю давай может быть как-то поможет конечно где они там все а встретился с ними и говорит вот там вот приходите к нам церковь значит туда-сюда и они готовы если вот без того чтобы становиться прихожанами тогда не получится нет нет сейчас этого в сакраменто нет действительно есть там и группа эмигрантов и барахолка да вот сакраментовская барахолка это что так это группа в фейсбуке и вполне вот то есть написал забирай да вот прийти забирайте вот у нас приехали недавно буквально эмигранты по грин карте тоже ничего у людей нет ну вот там письменный стол там надо или точнее письменный кухонный стол ребенок нужно посадить детское кресло все это все это можно действительно найти у многих это у американцев или имеется такое свойство захламление да это есть вот и многие готовы избавиться просто избавиться а если ты еще и сам вывезешь да то есть тут еще проблема бывает очень часто в группе пишут есть что забрать до неночи и кто-то пишет то у меня есть страх где адрес давайте приеду привезу перейду отлично отлично хорошо дружно все таки вы поехали в сакраменто потому что у вас там был приятель пастор то есть он как бы вас встречал там он больше был не приятель пасы а просто мой одноклассник который мы там не виделись 20 поедет какой велосипед друзья какой велосипед у дяди и у тети а эти на обычных так так тут велосипеды у нас сюда так ну так чего значит приехали вы потому что у вас был знакомый да они нам очень хорошо помогли именно вот для первого такого толчка мы приехали мы уже были подготовлены в плане того что надо делать мы не знали куда нам есть у кого спросить отлично а вы вы смотрели наш канал в то время или потом я уже смотреть ваш канал на 13 года еще когда номерация было до 1000 хорошо моя моя дочь потом уже когда мы уже визу взяли и уехать и кира такая мама насколько ты будешь смотреть этого портного а что такое вот куда он едет я говорю на работу насколько можно ехать все же так и не доехал что вы извлекали там какая-то полезная информация для настроения просто нет мы все таки я больше собиратель такой как у меня муж говорит что у меня как у шерлока холмса чердак забит информацию надо ее отгружать ну я все собираю всю информацию есть такой есть такое слово в американцев есть такое слово джанки 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 который вот весь хлам собирает до кучи я потом сортирую обязательно ну хорошо а что вы собственно познали что-то полезно как в практическом плане что-то было но я наверное больше как раз когда смотрела ваш канал как бы пыталась погружаться в американскую а по нам по нам как-то погружаешься вот глядя как мы там что-то или или ребят которых мы показывали что да я вот кстати первое видео это которое я смотрела это был мальчик какой-то из нью-йорка который приехал вот еще на фоне вот этих обоев то сан-франциско вот и вот как-то мне да мне было наверное любому человеку интересна история кого-то еще вот кто как приехал то как освоился кто вот как бы какие неудачи там сейчас очень много популярных неудачами вообще смотреть подобные как реалити-шоу когда там купки смотришь кого-то кто-то раз видео не выпустил день-два думаешь что что ж случилось а есть люди на год пропадают да да и как бы вот недавно мам сын и она начала опять выпускать видео и да я очень обрадовался что она про фал совсем да и мы же мы же с ней снимали вместе она проезжала мимо и мы с ней также сняли хорошая такая и мальчик потому что вот она вот она обычная простая вот что у нее как же складывается какие ошибки совершает правильный всерьез вот ой вот и там надо было по-другому сделать это сам приедет сделай как ты сделаешь да со стороны то конечно каждый мнит себя стратегом в виде бой со стороны конечно конечно я помню был такой дядька на форуме говорим про вес он значит приехал но он такой был такой распальцованный такой характерный распальцованный русский жлоб и вот он значит там из москвы приехал он квартиру продал за полмиллиона у него есть полмиллиона и вообще вон но не как это шваль знаешь что-то вода понаехавшая он-то по-другому эмигрирует и вот в течение полугода наверное он там ходил подписывал там что-то ну так влажал там всех этот дурак тот козел там в общем такой ну человек который знает жизнь и вообще и дальше да и дальше проходит полгода и он значит записывается там сити калочные какие-то курсы то есть полгода вообще ничего не делал а потом записывается на какие-то курсы и вот наконец начинается его американская жизнь и мы не знаем на что он там записался на какую профессию чем он собирается заниматься там сюда он говорит ну все ребята ладно ягод прекращаю свою деятельность вот на форуме я больше ничего там писать не буду в общем я теперь фокусируясь на тыскать рывке вперед я гумилый ходил полгода всех лажал все козлы все идиоты все придурки а вот он сейчас такой умный и вдруг он даже не не то что бизнес начал допустим играть я молчу да все текалать пошел и уже заткнулся поэтому конечно что там умников много это правда другой стороны надо сказать что в целом я вижу комментарии очень хорошие я конечно там всякую дрянь убираю и хулиганов просто просто закрываю но могу сказать что даже если бы я этого не делал я их закрываю для то чтобы не было просто дальнейшего развития чтобы не развивалась дрянь не привлекать таких же но по общему так сказать проценту комментариев я могу сказать что но на 98 процентов очень хорошие добрые абсолютно абсолютно я иногда читаю кинокомментарии иногда пишу я редко прочитать музей хотите а вы этот не первый раз уже приезжали мы когда приехали потом воскресенье глядывали все да мы вас все выглядывали а воскресенье потом посмотрели видео а вы были чуть-чуть раньше чем понял понял хорошо тут что такое смотрите что это не делают как-то делает может быть а они его высадили этот газончик смотрите вот он они его растили они тонкий слой тонкий слой травки они его постели я думаю что это по швам они скорее всего вот этими квадратиками его застелили а потом по швам просыпали вряд ли они его там квадратными метрами стелет кусочками похоже что кусочками а дальше зачем-то песочками это наш знаменитый собачий пляж он там какие-то девки молодые смотри надо было камеру собрать с наведением а так вот ну да да так что издалека то что тут увидишь наши зрители любят когда девочки там прям купались так такой там есть пляж где голые но 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 не нудистов пляж детский серф так там где именно дети учатся на серфе вообще так здорово я говорю кира как тебе повезло в такое такой стране живешь сегодня она не хотела она не хотела ну пока нет еще пока а какие у нее интересы вообще вот она ходит я знаю вас на куда там на гимнастику художественную или спортивную спортивную ой то есть она так может там не может альтернатор есть одна проблема так американские школы подобного толку да да физической подготовки они лояльны вот так и школы все да ну как не ругать наше я бы я ходила ездила у нас есть гимнастическая школа художественной гимнастики перемешку там русский преподает бывшие чемпионки кандидат да да эти все именно русские там все девочки на шпагате ножки тянут и если учитель встала ты сядешь у меня шпагат там то что в наше время называлось учитель предъявляет требования да а в этом нет она вот проходила полгода на шпагат не села я беру это это что это что это за гимнастика если ты на шпагат не сидит да другая вообще сидит на шпагате бесплатно да а это ну киру надо вот именно если вот над ней стать делая она будет делать если хвалить ну как и всех детей на если хвалить все она будет еще больше лучше то же самое с музыкой то же самое да не ходит зачат учиться музыки то сможешь там два года учиться там гамму нормально не сыграет так ну хорошо и так ей нравится гимнастика без предъявления требований что еще танцы рисование танцы рисование какие-то образы она создает конкретные для будущего ну рисуя рисуя да нет она у нее какая как у тебя героиня то любимая леди баг да это французский мультик ну да да жучок такой божья коровка божья коровка ну что же можно сказать что мы имеем частные случаи счастливого детства такая она тоже позитивная доказали не хочет друзья есть друзья да у нее есть и русские друзья и соседи у нас есть американцы она дружит вот дружба детей по-американски это как они ходят друг другу в гости в наше понимание ну как в гости то здравствуйте я пришел к вам гости но мы вас рады видите ли не рады хотите зайти можете зайти можете не зайти у них это открывается дверь и заходит то есть приходит прямо в дом это было это было в стриме там я не дошел до вопроса какой было просто про розы про цветы и что там но я спрашиваю розы нет какие цветы светлана предпочитает именно вай ну надо сказать что мне такой вопрос задавать ну неправильно но он любые цветы которые красивые базе хорошо смотрится так цветами мы разобрались давай как потому что люди псих много много людей и они хотят знать как ты ходишь в школу почему потому что у них тоже есть дети и дети нас смотрят и дети смотрят на тебя и думают вот я приеду в америку так и вот да это вот такие же девочки как ты хорошие вот и убежала и они думают а как вот кира ходит в школу а я как буду ходить в школу они обижают ли там детей они дергают ли там за косички тебя дергали за косичку а за хвост тоже нет вот понимаешь и они интересуются они спрашивают себя а как если у них школьная форма школьная форма ты не знаешь ну как дети одеваются в школу мама давай вам спросим нет понятия школьная форма или есть какие-то рамки которые надо соблюсти про есть какие-то может быть небольшие это для самого удобства примеру обувь да потому что они бегают надо чтобы там было как что-то закрыто или сандалии с и открытый носок то чтобы ну плотно сидела так вот ну вот был хэллоуин прислали email и text message типа чтоб дети тридцать первого числа все пришли нормальной одежде ну то есть не одели на себя не бывают всевозможные праздники какие-то посвященные там любимым то есть чтобы дети вдруг по собственной инициативе не на хэллоуин или там ну да да потому что у нас все-таки в школе есть и дети которые не отмечают а чего верующие они же не отмечают а я не подумал они даже могут при детей в школу не отправить чтобы их не испортили там чтобы не разворачивать давид это кто такой ну и а чего не отправили не верит во что по-другому смотрят да ну бывают чтобы настоящая и вам дали футболки с коровкой у нас две футболки школьника одна белая такая синяя штука и еще черная такая футболка с коровкой ну то есть хорошо она пользуется футболками или они там где-то лежат в шкафу когда очень жарко вроде с утра прохладно кофточку не было претензий со стороны администрации например по поводу того как дети одеты хорошо а есть что-нибудь такое про скажем школу ну или в широком смысле про жизнь там в америке что то такое что надо знать заранее чтобы потом не не сожалеть что не был готов или не ожидал или неправильно как-то реагировал вот есть какие-то такие вещи что лучше знать заранее и никто не никто об этом они говорит может особо да нет ну как-то был такой какой-то случай там по теме что собирались вести уроки я даже не знаю как они называются как 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 урок сексуального воспитания да то есть люди ехали в америку смысл для того что они будут преподавать здесь это дело нет что хотели ввести в школу гера вернись а в школе ходили при улета урок такой ввести так в америке да ну там в общем какой-то родители забастовку я просто вот как-то пропустила мне нужно предоставить или не были недовольны да и все это отменили но это мелочь это не то но это и все ты киратой и пожалуйста маленький учитель в американской школе это человек уважаемый то есть вот него ему нельзя нахамить послать подальше и так далее дети вот не могут позволить такой нет вообще отношения складываться совсем по-другому они до кироприста давай покажи еще разок я сниму вот пожалуйста давай так тихо на волосы сейчас на аккуратно аккуратно все больше не надо так чего то есть учитель уважаемый человек ну да я думаю что да киркер у них такие хорошие отношения то есть вот они видят а мой мисс оксфорд мисс берр они все здороваются в то вижу феликаны там или кто-то я а птички ну да там ардаке рекламы есть тогда я боюсь что на нашей камере мы не увидим тоже далеко там сидят пеликаны и чайки много много пеликанов целая стая вообще в других местах не разрешают ездить велосипедистом по тротуарам они должны ездить по проезжей части но вот санта-крус это разрешает они как бы считают что то их собственно правы чего это вы тут все тут ходить да вот это дяденька был явно недоволен вот он так гримасы всякие делал да а нам пофигу мы все идем гуляем ладно ну что же тогда давайте мы ну чё приглашаем народ сакраменто есть так приглашаете вы слышите друзья бьют часы на лютеранском храме а тут вот чуть правее у нас такая местная культовая скульптура серфер красивый парень атлетичный и все время на него очень надевают соответствии с сезоном то какие-то гавайские цветочки да а вот сейчас у нас хэллоуин и на него надели тыковку какие-то добрые люди вот он так с тыковкой и стоит а